Все получилось. Если я не сделал какую-то ошибочку маленькую, то у меня 100 в сотка выйдет. И так получилось. Я ведь рассматриваю по своим баллам вузы, поэтому страха, что я не поступлю, наверное, меньше, чем страх, что я не смогу доучиться. Я просто не поверила сначала. Я думала, что это ошибка какая-то. Выпускной бал для школьников – особенный вечер. С таким же трепетом его ждала и Екатерина Томина. Накануне она узнала о том, что школу покидает с максимальным количеством баллов. 100 по русскому, 100 по литературе и последний 100 по английскому языку. Первые 100 баллов. Я даже расплакалась от счастья. По русскому тоже радовалась, когда увидела 100 баллов. Но по английскому я просто не поверила сначала. Я думала, что это ошибка какая-то. Перепроверяла несколько раз. Ну, конечно, счастье и удовлетворение от того, что вложенные труды и усилия окупились. Поддержать свою дочь пришла и мама Екатерины. Так происходило на протяжении всего времени подготовки к единому государственному экзамену. Татьяна с самого детства учила девушку дисциплине и желанию добиваться своей цели. Но такой высокий результат получить не ожидали. Естественно, глубине души мы все очень хотели и надеялись. Но, наверное, даже не осмеливались ставить себе такой высокий план. Просто я ей сказала, Катюшу, давай сделай все, что ты можешь. О своих результатах узнала не только Катя, но и другие выпускники. Сейчас известны именно тех, кто получил 100 баллов не только по одному предмету, но и по второму. Такие результаты у Анны Грамматик из лицея номер 3. В общей сложности она набрала 295 баллов. Русский, физика, информатика. Девушки всегда были интересны точной науке. Особенно это была физика. Потому что мне интересна физика, мне интересно все, что с ней связано. И мне кажется, это перспективным направлением. На уроках последний год мы занимались подготовкой к ЕГЭ. Но и в целом школа даже до 11 класса дала базу знаний для того, чтобы ЕГЭ сдать. Так что половина успеха – это именно школьное обучение. По словам Анни, педагоги лицея поддерживали ее и усердно помогали в подготовке к экзамену. Учителя же отмечают упорство девушки во многих вопросах. По их мнению, именно это качество стало ключевым в получении таких высоких результатов. Ну как, у нас уроки. Постоянно на уроках прорешивали задания из единого государственного экзамена. Были дополнительные занятия. То есть подкидывали друг другу задачи. Потому что Анна искала везде задачи разные. И если приходила, говорила, вот, Светлана Клайна, у меня есть вопрос. Значит, мы искали все при том ответы. Она, конечно же, проявила себя как человек очень вдумающий. Я вот это очень ценю, потому что русский язык и литература – это предметы особые. Результаты по всем экзаменам Анна уже знает. Теперь выбирает вуз, в котором она продолжит свое обучение. Пока поступление только предстоит. Но в одном она уверена – свою жизнь она свяжет с физикой. Я планирую переехать в более крупный город, в Москву или в Петербург. Пока только выбираю из нескольких вариантов там. Но, естественно, это технические вузы. Хотелось бы в какую-то прикладную науку. Поэтому страха, что я не поступлю, наверное, меньше, чем страх, что я не смогу доучиться. Но я постараюсь, чтобы этого не произошло. Все-таки буду стремиться к тому, чтобы закончить достойно. Помимо решений задач в школе, Аня занималась с онлайн-репетиторами. Так поступил и Владимир Матирный. Выпускник набрал 100 баллов по физике и по профильной математике. Ну, выйдя с математики, я понимал, что у меня все получилось. Если я не сделал какую-то ошибочку маленькую, то у меня 100 сотка выйдет. И так получилось. То есть я, в принципе, был уверен в результате. Сам Дмитрий сказал, что математика всегда интересовала его чуть больше остальных предметов. К подготовке он приступил в 10-м классе, разбирая более легкие задания. В 11-м классе перешел к сложным. Помимо работы с учителями, он обучался в онлайн-школе. Удобством, собственным расписанием. Можно подстроиться под разные ситуации. Ну и меньше трат на дорогу тоже было фактором. За 2020 год онлайн-образование стало весьма популярным среди школьников, так как это удобный и современный способ получения новых знаний. Преимуществ у онлайн-обучения много. Начиная с того, что ребенок не тратит время в 11-м классе на поездки к репетитору, заканчивая проверенной базой научных статей. Одна из онлайн-школ провела опрос. Участниками стали 2,5 тысячи учеников 9-11 классов по всей России. 88% отметил сочетание теории и практики. 76% сказали о атмосфере, которую создают в онлайн-школе. 68% говорят о разнообразии домашних заданий. 49% считают важным, что отвечают на любые вопросы и педагоги, и кураторы. 44% учеников отмечают дизайн презентации и учебных материалов. HR-специалист одной из онлайн-школ по подготовке к ЕГЭ также отмечает, что выпускники находятся среди людей с такими же проблемами, страхами и желаниями, что и у них. На самом деле я для себя выделила 4 основных пункта, по которым ученики выбирают именно онлайн-подготовку. Первый – это, соответственно, преподаватели, которые чаще всего не старше 30 лет. Они могут с учеником разговаривать на одном языке, быть с ним на одной волне. Также есть в онлайн-школах часто кураторы и наставники, которые совсем недавно сошлись в школьные скамьи и, соответственно, еще не забыли, какой у них был опыт. Они помнят, через что они проходили и могут делиться этим опытом, соответственно, с будущими выпускниками и, соответственно, помогать им. Третий момент – это комьюнити. Ты готовишься не один с репетитором, а у вас очень много. Вы можете скооперироваться с каким-то другим учеником, неважно, какая у тебя цель. Может, ты хочешь набрать заветные 100 баллов, а хочешь перейти порог. Можно найти себе напарника на такую цель. И, соответственно, там распределяются ребята по всей России, им, соответственно, можно будет познакомиться с своими будущими сокурсниками, одногруппниками и найти себе друзей. Сейчас для выпускников время занятий, подготовки и репетиторов подошло к концу. Пока Катя, Аня и Вова выбрали только направление, в котором хотят двигаться дальше. Каждый отметил, что для поступления университета Оренбурга не рассматривают, а планируют поступить выше заведения Москвы и Санкт-Петербурга.